Сегодня мой рассказ о реставрации кресла Тонет. Фабрика Тонет была основана Михаэлем Тонетом и занималась производством мебели из пропаренной древесины бука. Вот показан внутренний интерьер цехов мебельной фабрики. Как видно, даже женщины на ней трудились. Но эта фабрика была не единственная. Была фабрика братьев Кон. И такая мебель у меня тоже есть. А здесь речь пойдет о том, что вот такое вот кресло в обшарпанном виде мне досталось по объявлению. И я его потом перевернул, посмотрел, что есть маркировки, есть выжженный клеймо. И нашел в интернете вот такие красивые образцы. И решил, что мое тоже должно выглядеть не хуже. Дальше пошел рутинный процесс реставрации. Нужно было удалить все погнутые ржавые гвоздики, которым предыдущие поколения мастеров драпировали это кресло. Нужно было подобрать лак, поскольку масляный лак, который использовался в оригинале, уже давно не выпускается. И как-то его варить самому абсолютно не хотелось. У нас же для этого можно вполне использовать лаки полиуретановые, современных синтетических, пентафталевые. Значит, они показали себя достаточно износостойкими, поскольку эта мебель все-таки у меня служила как компьютерное кресло. И, конечно же, оно не рассыпалось так, как вот пластмассовое компьютерное кресло, которое год там выдерживает меня. И дальше вот процесс показан зашкуривание, очищение от остатков лака и уже непосредственно процесс отделки, который включает в себя тонировку, подобрал я под цвет именно той мебели, которая выпускалась. И, соответственно, лак. Что можно сказать? Вот в мягкой части я не силен. Обычно я не занимаюсь вообще драпировкой. Но здесь, поскольку я делал эту мебель для себя, то я, конечно, использовал кое-какие современные материалы, пружины, змейки, поролон, синтепон и прочие какие-то материалы. И вот здесь показано. Ну, получилось, в общем-то, достаточно похоже. Но вот в тиком, в черновую, было обито кресло, простояло довольно долго. Уже потом, в процессе реставрации крышки от письменного стола, остались обрезки кожзаменителя, которые используются в автомобилях для отделки салона. И эти обрезки я применил для того, чтобы придать креслу уже законченный вид, износостойкость. И, в общем-то, оно хорошо моется и прекрасно себя показало. Это профессиональный промышленный материал. Хотя, конечно же, это мало имеет отношения к антиквариату. Ну, вот такой вот выход был придуман. Поэтому, если кому-то понравилось, подписывайтесь. Будут еще рассказы от реставрации мебели и реставрации граммофона. Будь добру и всего хорошего. Продолжение следует...